теплый зимний день лучшее время для прекрасного отдыха сначала соберем немного сухих веточек для розжига костра так как с помощью них быстрее всего можно развести костер с помощью огнивой растопки из парафина разведем костер для приготовления наивкуснейшего плова благо в чечне нет проблем с сухими дровами мы нашли сухое упавшее дерево и для наших нужд его более чем достаточно распилили его на поленье и костер уже радует нас теплом и Продолжение следует... Для сегодняшнего рецепта очищаем лук и шинкуем его на тоненькие кольца. А также очищенную морковь режем на кольца. Таким же образом поступаем и с томатами. На наш предварительно разведенный костер кладем в сковороду и вливаем туда подсолнечное масло. На открытом огне не приходится ждать долго, пока масло разогреется. Сразу же кладем мясо и жарим в ней до золотистой творочки. Добавляем соль, перец, куркуму и нашу любимую красную паприку. Добавляем соль, перец, куркуму и нашу любимую красную паприку. После того, как мясо стало золотистым и прожарилось со всех сторон, добавляем наши ранее нарезанные овощи. Сперва добавим лук, морковь и томаты. Для того, чтобы не разводить еще один костер, мы взяли с собой туристическую горелку. Она нам понадобится для растопки сливочного масла в запасной сковороде. После того, как масло растоплено, всыпаем в сковороду наш очищенный рис. И тщательно перемешиваем его до полного питания масла. Поверьте, оно того стоит. Таким образом, наш плов станет невероятно вкусным и ароматным. Затем всыпаем наш сочный рис к мясу и овощам. Идем за водой к одному из родников, которых в Грозном достаточно. Запомните, вода должна быть чистой и горячей, а иначе вам придется ждать, пока она закипит. После добавления воды ждем минут 30. И накрыв доской нашу сковороду, переворачиваем его и невероятно вкусный и ароматный плов готов. Продолжение следует... Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и напишите в комментариях, стоит ли и дальше озвучивать ролики на этом канале, либо оставить все как есть. Спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok